1898 год. В комнате на 24-й улице в Нью-Йорке на стуле сидит человек по имени Морган Робертсон. Он смотрит на пишущую машинку перед собой. Пальцы быстро стучат по клавишам. Это было самое большое судно. Шедевр кораблестроения. Просторные каюты, палубы размером станцплощадку. Непотопляемый, несокрушимый. 75 тысяч тонн врезались в туман со скоростью 15 метров в секунду. Количество шлюпок не соответствовало правилам. Айзберг и холодящая кровь, крики, трех тысяч человек. Тщетность или гибель Титана. Рассказ Моргана Робертсон. 14 лет спустя. 14 апреля 1912 года. 15.00. Титаник идет почти с максимальной скоростью. До Нью-Йорка остается несколько дней пути. Причин для волнения у пассажиров и у команды экипажа нет. 21.30. Сгущается туман. Дальше события разворачиваются молниеносно. 23.40. Легкий толчок и резкий звук. Этот корабль врезается в айсберг. Пробиты пять водонепроницаемых отсеков. На борту паника. На воду спускают 15 шлюпок и два плота. Все, что есть на корабле. Два часа 20 минут. Титаник под острым углом уходит в пучину. Более полутора тысяч пассажиров непотопляемого лайнера находят свою могилу в ледяных водах Атлантики. Фантазия писателя Моргана Робертсона оказалась кошмарным пророчеством трагедии. Совпало все до деталей. Название пароходов. Вымышленный Титан. Реальный Титаник. У обоих лайнеров по 4 трубы и по 3 винта. Длина Титана составляла 260 метров. Титаника 268. Максимальная скорость обоих судов 25 узлов. Мощность машины Титана 50 тысяч лошадиных сил. Титаника 55. Место, время года и причина катастрофы одни и те же. На обоих пароходах находились представители высшего общества. И не хватало спасательных шлюпок. Мир был потрясен. Робертсона окрестили дьяволом, черным гением, пророком несчастья. Его книга была предана проклятиям. 31 января 1911 года в Македонии, в городе Струмица, родилась девочка. Поначалу ей даже не давали имени, думали, не выживет. Только через два месяца ребенок заплакал, как настоящий младенец. Ее назвали Вангелией, что в переводе с греческого означает «приносящая благую весть». Я наблюдаю их около года. Их одежда напоминает доспехи, которые блестят, как чешуя рыбы. Пожалуй, среди них есть и женщины. Их волосы похожи на водоросли. Иногда сзади виднеется что-то вроде крыльев. В 11 лет девочка придумала странную игру. Прятала на улице или в доме куклу. Потом, крепко закрыв глаза, как слепая, начинала ее искать. Очень часто возвращаясь в свой дом в Петриче, я вижу их рассевшимися в комнаты. Разговариваю с ними. Иногда еще до того, как приближусь к калитке, я слышу протяжные звуки. Нечто вроде мелодии, будто хор поет псалмы. В 1923 году Вангелию смерчем унесло в поле за 2 километра от дома. Девочку нашли через несколько дней. Ее глаза были засыпаны песком и пылью. Восстановить зрение врачам не удалось. Ребенок ослеп. Она плакала и молила Бога о чуде. Сама не понимая того, что чудо уже свершилось. Они не говорят, с какими целями приходят сюда эти существа. Не знаю, как их назвать. Но, по-моему, они нас контролируют. В небе, на суше, на воде. Каждый год катастрофы уносят тысячи человеческих жизней. Их нельзя предотвратить, но их можно почувствовать. Существует удивительный факт, который пока не поддается научному объяснению. Каждую трагедию сопровождает таинственный феномен. Обязательно находятся люди, которым чудом удалось избежать беды. Моя мать, она знает, что машина есть 4 колеса. И что машина ездит. И предельно далека от любых технических подробностей. Но вот однажды она мне вдруг говорит, сменю шину, сменю резину. Я меняю резину. Через буквально 3 дня я влипаю в аварию, которая обошлась. Что меня чихнули вот так вот по носу машина. Был дождь. Если у меня была резина, это было вот так вот. Я могу задать себе программу и получить информацию. Но она не стопроцентная. Поэтому я часто могу перепутать это с какими-то травмирующими событиями, которые дадут такую же картину сна. И буду ходить, плакать и ждать несчастья. Еще в 1958 году американский социолог Джеймс Таунтон проанализировал более 200 железнодорожных крушений, произошедшие за последние 30 лет. Оказалось, что поезда, закончившие свой путь трагически, в среднем были заполнены на 61% от максимально возможного числа пассажиров. В то время как благополучные поездки отправлялись не менее 76%. Шокированные результатами исследователь сделал вывод. Загадочную разницу в 15% можно объяснить лишь существованием высших сил. Именно они отводят беду от людей, словно не подпуская их к ней. И это не единственный пример в истории. Практика доказывает, пассажирские самолеты, терпящие аварию, в большинстве случаев имеют существенный недогруз на борту. Стивен Кинг, знаменитый писатель «Мистик», одним из первых обратил на это внимание. После одной из авиакатастроф на маршруте Денвер-Бостон в США, Кинг позвонил в авиакомпанию, и ему сообщили, что 16 человек не полетели смертельным рейсом. Они сдали билеты. Еще трое пассажиров опоздали на самолет. Хотя обычно, по статистике, от путешествия отказывались не более 10 человек, а опоздавшие были и вовсе редкостью. Как в «Ежике тумане», помните, когда вот ежик попадает в реку, плывет, пусть река несет меня, а потом кто-то подплывает, некто, даже зритель не видно, кто это, и выносит его на берег. И вот точно так же. И в нашей жизни многие вещи проявляются только в таком виде. И никак иначе не могут проявиться. Все, что с нами происходит, все происходит промыслительно. Вот можно и такие примеры привести. Вот, допустим, человек, сейчас мы все ездим на машинах, сел в машину, поехал, и у него какое-то произошло небольшое столкновение. Он опоздал, туда, куда хотел, так сказать, попасть. А никто не знает, и он даже не знает, отчего Господь его сохранил. Может быть, если бы у него не было вот этой небольшой какой-то задержки, с ним бы произошло то, что привело бы вообще к погибели. Знать, что будет. Предупреждать об опасности. Предчувствовать беду. Свои необычные способности Ванга объясняла присутствием вокруг себя особых прозрачных существ, происхождение которых ей было неведомо. Они якобы посылали ей ту информацию о людях, которую она не могла передать страшно. Причем расстояние и время не играли никакого значения. Жизнь любого человека, стоявшего перед прорицательницей, пробегала в ее сознание, как на кинопленке, рождение до самой смерти. Все началось в начале 1941 года, когда мне явился сияющий ярким светом некто высокий, светловолосый, в доспехах древнего воина на коне. Он сказал, скоро все перевернется в этом мире. Много народа погибнет. Ты останешься здесь и будешь вещать о живых и мертвых. Не бойся, я буду рядом и подскажу тебе, что надо говорить. Ну, с точки зрения священников, эти голоса, безусловно, дьявольские голоса. И, конечно же, с христианской точки зрения, особенно православной, Ванга была в контакте с различными демоническими существами. И поскольку только Всевышнему даровано ясное знание будущего, то это все было прелесть и так далее. Талант ясновидения и пророческая сила Ванги многих вергали в шок. Ее способности были поистине уникальны. Она обладала даром предвидения, ясновидения, могла беседовать с растениями, посещать разные места земного шара. Но как незрячая с детства Ванга могла видеть прошлое, настоящее и даже будущее? Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои. То, что я услышу от них, я и передаю живым. Кто же на самом деле являлся Ванги? Ангельские силы? Души умерших родственников? Суровые небесные надзиратели, невидимые людскому глазу, зато вполне способные предупредить человека о предстоящей трагедии? Есть вещи, которые статистически доказать очень трудно. Например, феномен выхода души из стены. Это феномен, о котором пишут даже в Nature. Но доказать это статистически, ну понимаете, вот однажды мы думали, как можно сделать исследование этого феномена. Понимаете, стоять около умирающих, около людей в коме, и выяснять в них, вот есть ли что-то или нет, то там никто не позволит это делать. Потому что важнее, вы можете помешать выживанию этого человека. Чтобы создать неуступающий по гениальности шедевр в литературе, музыке или живописи, автору необходимо достичь особого состояния духа. Другими словами, он должен просто впасть в транс. Только находясь в состоянии прострации, человек может дать миру нечто, действительно выдающееся. Возможно, именно поэтому среди писателей так много людей, способных угадывать будущее. История мировой литературы насчитывает немало примеров абсолютных попаданий в десятку. Любой творческий человек, когда к нему приходит муза, вот как к Пушкину, впадает трансовое состояние. То есть приходит муза, приходит вдохновение, это своеобразный кураж. Можно сказать, что в голове человека вспыхивает свет. Наполеон говорил, что вдохновение это просто очень быстро сделанный расчет. Никакой мистики в этом нет, есть только профессионализм и талант. А все остальное это песни из подвала своих записателей о своей как бы богоизбранности и только. Здесь, возможно, с Наполеоном следует и согласиться. Но как быть с тем фактом, что событие, описанное в том или ином произведении, происходит за 10 или 15 лет до того, как оно случается на самом деле? В 1838 году произошел один из самых страшных случаев писательского предвидения. Знаменитый автор детективов Эдгар По написал повесть о приключениях Артура Гордона Пима, где изложил детали кораблекрушения, унесшего жизни почти всего экипажа, кроме четырех матросов. Чудесное спасение на воде заканчивается трагически. Трое оголодавших моряков съедают четвертого, имя которому Ричард Паркер. История о четырех товарищах как-то не вышла бы за рамки классического рассказа, если бы не одно «но». В 1884 году в одной из лондонских ежедневных газет была опубликована статья. В частности, в ней говорилось о затонувшем корабле «Магнонетт». Спастись судно удалось четверым матросам, трое из которых, обезумев от голода, съели четвертого. Про повесть Эдгара По вспомнили лишь на суде, где разбирали дело каннибалов. Когда кто-то процитировал отрывок из рассказа, зал заседания обмер. Имя погибшего матроса с корабля «Магнонетт» было Ричард Паркер. Если тысячу обезьян или миллион обезьян посадить, значит, бить за клавиши, то, по теории вероятности, в одном случае обязательно будет написана «Война и мир». Утверждать то, что все писатели без исключения обладают экстрасенсорными способностями, было бы по меньшей мере некорректно. Но механизм так называемого магического творчества в мировой литературе очевиден. И разгадать его сейчас значит раскрыть одно из самых неподдающихся научному объяснению тайн. Фантастическое предвидение Герберта Уэллса, удивительная прозорливость Жюли Верна, холодящая кровь предсказания Моргана Робертсона. Любой крупный художник обладает подобного рода даром. Просто этот дар провозглашается, проявляется на других языках. Ванга говорила словами. Иногда ясными, иногда очень туманными. Создавала какие-то инсценировки и, находясь в этом, человек понимал, что передавала, транслировала Ванга. Не все можно передать словами или образом. Настанет день, и с лица земли исчезнут лук, чеснок и перец. Потом придет очередь пчел и, возможно, дельфинов. Контакт с инопланетянами произойдет в 2180 году. О каком чесноке и перце говорила Ванга? На первый взгляд это пророчество кажется абсурдом, но это только на первый взгляд. Оказывается, в ближайшие 10 лет Великобритания может полностью лишиться популяции медоносных пчел. Пчелы массово вымирают по всему миру. Пчеловоды Германии, Испании, Польши, Украины, Италии, Португалии обеспокоены происходящим. Выходит, что Ванга не ошиблась. Пророк номер один. Живая святыня. Наифантастическая реальность. Средство массовой информации всего мира неусыпно следят за тем, сбудется ли очередное предсказание болгарской провидицы. Но все прогнозы Ванги исполняются с поразительной точностью. В 1940-е годы она предсказывает события всей Второй мировой войны. Затем события в Праге, Никарагуа и Сирии. В 1969-м она предупреждает мир о смерти Индиры Ганди. А в 1979-м указывает на начало перестройки, распад СССР и гибель подводной лодки Курск. В конце века, в августе 1999-го или 2000-го года Курск окажется под водой. И весь мир будет его оплакивать. Это пророчество было обнародовано в начале 1999-го года. По одной из программ центрального телевидения прошла передача о прогнозах болгарской ясновидицы на текущие и 2000-е годы. Жители Курска восприняли это сообщение с юмором. Почему именно Курск? Город, расположенный в лесостепи, может оказаться под водой? Неужели Ванга наконец-то ошиблась? Язык Ванги туманен. В нем очень много вещей, которые кажутся общими. Ну, взять, например, предсказания о Курске, предсказания о башних близнецах. Когда события свершились, мы можем сопоставить. До этого нам очень сложно что бы то ни было соотносить. О причинах возникновения дара предчувствия существует множество версий. Вот лишь некоторые. Предсказатели узнают будущее от существ из других цивилизаций. Иными словами, от инопланетян. Второе. Провидцы получили свой дар от Бога. Третье. Дар предвидения передается генетически от матери к ребенку. И, наконец, люди, предсказывающие судьбу, просто сумасшедшие. Их дар чистой воды случайность и совпадение. Дары человека в очень сильной мере связаны со средой, в которой он живет. Если, например, среда враждебна, среда не принимает эти проявления, то эти дары могут не раскрыться. Духовное знание, о котором идет речь, оно передается все-таки прежде всего тому, кто может его вместить. То есть человеку, пребывающему в определенной духовной чистоте. Но, как бы ни спорила теория, практика утверждает, есть некто, кто помогает людям изменить судьбу за последние минуты до рокового происшествия. Истории с чудесными спасениями зачастую просто не укладываются в голове. Что помогает одним людям спастись, а другим нет? Писатель Стивен Кинг на этот счет предложил почти материалистическую гипотезу. По его мнению, у каждого человека иногда пробуждается так называемая система подсознательной сигнализации. Она была хорошо развита у наших далеких предков и не позволяла им попадать в лапы саблезубых тигров. Несколько лет тому назад в районе Сибири разбился аэробус А-300. И ко мне пришла подруга, стюардесса, которая летела на этом самолете. И подруга рассказала, что той стюардессе постоянно снился один и тот же сон, в котором она видела, что ребенок управляет самолетом. В самолет входит штопор, и они разбиваются. И она сказала, все, я больше не могу видеть эти сны, я лечу последний раз, и я прекращаю свою карьеру. Значит, я не буду больше работать стюардессой. И она полетела, и только раз был ее последний полет. А потом выяснилось, что был включен автопилот, и командир экипажа разрешил своему сыну поуправлять, посидеть за рычагами. И никто не мог предполагать, что ребенок может в течение целого часа гонять этот штурвал, и в конечном итоге этот лимит поворотов исчерпает, и включится уже ручное управление. Шестое чувство атрофировалось у человека лишь в последние несколько столетий, предполагает Стивен Кинг. Действительно, какой смысл может быть в том, что сидя в офисе, вы почувствуете, что, к примеру, вашу жену сбила машина, если вам по телефону все равно сообщат об этом. Кто-то не утрачивает этот дар, потому что он не хочет отказываться от этого. Идет наперекор всему, потому что тут действительно нужно идти наперекор всему, для того, чтобы развить себе творца. Это в значительной степени вызов, и это в значительной степени риск, потому что творец всегда живет на краю обычного и необычного. Он почти что шаман, когда-то ходит на грани двух миров. Была летняя сессия, мне нужно было подготовиться к очень серьезному экзамену. Я сидела дома, изучала предметы, в этот момент зазвонил телефон. Звонила подруга и просила приехать к ней на день рождения. Марина отказалась, подруга жила в другом городе, ехать не хотелось, как вдруг она почувствовала странное волнение. Ей казалось, что кто-то ее душит. Прошел час, чувство усиливалось. Поняв, что в таком состоянии она не сможет подготовиться к предмету, Марина купила билет и уехала на день рождения. Возвращение домой было шоковым. Квартира, которая находилась под нашей, выгорела дотла. Почернел весь подъезд, подрезками стекла домов. Если бы не оперативная работа пожарных, выгорела бы и наша квартира. Потом уже я узнала, что сдымление по всему подъезду было таким, что жильцов эвакуировали по специальным лестницам. И, как сказали мне пожарные, молитесь Богу, что у вас никого не было дома, иначе вы бы все просто задохнулись. Если у человека способность видеть будущее утрачена, то у животных такое предчувствие осталось. В декабре 2004 года после разрушительного цунами в Шри-Ланке спасатели не нашли ни одного трупа зверей. Даже в заповеднике Яла, где жило множество разных особей. Все слоны, тигры, леопарды остались живы. Более того, не погиб ни один кролик. На вопросы журналистов работники заповедника только разводили руками. Они даже предположить не могли, откуда звери могли знать о том, что надвигается беда. Я слышала, что кошки уходят из города, когда землетрясение, но один раз в Москве, не помню, в 70-каком-то году, было довольно сильное землетрясение, 6 баллов, а я жила на 11-м этаже, в таком сверхпрочном доме, и у меня в вазе с цветами вот так болталась вода, вот так болталась люстра, а кошка при этом спала, как сурок. Мы говорим животные-телепаты. Животные как раз для слепого человека звуки настолько информативные, что он может очень часто просто рассказать ситуацию именно по звукам. Так вот, для собаки настолько информативные наши мелкие движения и все прочее. Вангу по праву называли народной целительницей, ведь ее дар был известен во всем мире. каждый день тысячи людей живой очередью приходили к ясновидице. Естественно, такая популярность не скрылась от государственного ока. Вангой всерьез заинтересовалось правительство Болгарии. Ее имя стало использоваться в политических целях. Осенью 1967 года вещунья перешла на государственную работу. Ее талант признали официальным. К предсказательнице прикрепили людей, которые стали помогать ей в приеме больных и следили за порядком возле дома. Дом Ванги, как выяснилось, только в конце 1990-х годов был буквально нашпигован подслушивающей аппаратурой, которую демонтировали за несколько лет до смерти провидец. Якобы кто-то в правительстве Болгарии подозревал ее в шпионаже в пользу Югославии и Греции. Вместе с политиками Вангой заинтересовались и ученые. Впервые серьезное исследование ее таланта провел директор института субгистологии науки о мысленном внушении на расстояние доктор Лозанов. Результаты этой работы были опубликованы в 1966 году в болгарской газете «Погли». В феномене Ванги нечто есть. Есть что-то очень большое сравнимое с феноменом Эдгара Кейси. Хотя феномен Ванги хуже документирован научно. Потому что есть много свидетельств, но эти свидетельства людей, которые не являются профессионалами по сборе данных. Несмотря на то, что за 55 лет деятельности у Ванги побывали более миллиона посетителей, многие исследователи считали ее шарлатанкой. Болгарские психиатры утверждали, что незрячая предсказательница располагала целой агентурной сетью, предназначенной для выведывания необходимой ей информации. Предполагалось, что сведения о приезжающих к ней людях дают спецслужбы Болгарии. А также таксисты по дороге выведывающие своих пассажиров, с какой проблемой человек решил побывать у ясновидится. Может быть, я допускаю, она была и аналитиком таким, которая могла выстроить ситуацию, как бы ее интерполировать в будущее. То есть она внимательно выслушивала и просто ну, как бы достраивала эту ситуацию. Потому что есть и другие факты, что многое из того, что она предсказывала, совершенно никоим образом потом не происходило. Однако были ученые, которые всерьез относились к дару Ванги. Например, профессор Величко Добрьянов из Софийского института сугистологии несколько лет вел протоколы всех бесед с Вангой и изучал правильность ее прогнозов. Всего в 18 беседах с посетителями зафиксировано 823 сообщения. Из них 445 истинных, 288 альтернативных и 90 ошибочных. Для сравнения параллельно с Вангой с посетителями беседовали две женщины, зрячие и имеющие опыт гадалки. У них истинных сообщений было около 200. Протокольные записи сугистолога Добрьянова показали, коэффициент телепатического попадания Ванги высок и достигает 80%. Следовательно, он выходит за границы случайного совпадения и никоим образом не укладывается в рамки теории вероятности. Я думаю, что мы просто не имеем права, следуя критике, скажем, Юрия Горного, идя на поводу у комиссии по лженауке Академии наук, брать и выплескивать прямо с водой ребенка, потому что в даре Ванги есть многое, что нужно изучать. Вполне вероятно, что дар предвидения все-таки есть в каждом из нас. По этой причине подсознание часто посылает нам сигналы о приближающейся опасности в форме недомоганий, приступов рассеянности и даже серьезных переломов в нужные для спасения жизни моменты. Если задуматься, большинство случаев чудесных спасений укладывается в эту теорию. Я возвращался из Киева в Ленинград, тогда еще Ленинград, и в аэропорту Борисполя я встретил двух девушек. Одна из них оказалась моей дипломаткой. Девушка нашей встрече очень обрадовалась, нам было о чем поговорить. Мы прошли регистрацию и сели в зале ожидания. Тут нам сообщили, что на Ленинград летит нерейсовый самолет, и те, кто прошел регистрацию, могут перерегистрироваться и идти на посадку. Подруга моей дипломатки тут же бросилась на перерегистрацию, уговорила ее. Мне тоже не было никакого резона целый час сидеть, лишний час сидеть в зале ожидания. Ну, вы знаете, на меня что-то нашло. Я просто не хочу лететь и все, сижу как вкопанный. Вот. И вот девушки уже, когда проходили перерегистрацию, вдруг моя подруга тоже отказалась и вернулась в зал ожидания. А через 40 минут нам сообщили, что самолет врезался в гору и все пассажиры погибли. Пассажиры, отказавшиеся от билетов на тот свет, не могут объяснить, что именно их заставило совершить внезапный поступок. Одни утверждают, что чувствовали панический страх перед полетом. Другие при мысли о рейсе попросту теряли сознание. Третьи слышали голос, который говорил им, что нужно вернуться домой. Кант Густав Юнг всю свою жизнь слышал голоса. Он открыто пишет об этом в своей автобиографии «Воспоминания, сны, размышления». И голоса Юнга нередко подсказывали ему идеи, которые становились радикальными научными теориями, новейшими открытиями. Некоторые произведения Юнга были надиктованы его голосами. Людям, далеким от научных теорий для объяснения феномена чудесного спасения, достаточно религии. Кто верит в Бога, тот верит и в ангелов-хранителей. Помощью ангелов-хранителей религии объясняют любые внезапные удачи. Природа такого предчувствия, если с точки зрения христианского понимания, с точки зрения такого человека, верующего и соотносящего себя как некую сущность сотворенную, с высшим началом, то предчувствие оно дается, конечно, как такой особый промысел Божий. 17 сентября 1991 года в селе Петрич началось строительство православного храма Святой Петки. Церковь строили на собственное сбережение Ванги и пожертвования людей, которые приходили к провидице за помощью. Баба Ванга, как называли ее в миру, была исключительно религиозной. Отмечала все церковные праздники, соблюдала посты, но отношения с духовенством не складывались. Церковь не признавала ее как пророка. Скорее всего, вот ее популярность, да, она образовалась, может быть, вследствие того, что были случаи, когда она действительно предугадала какие-то события, может быть, помогла обрести человеку то, что он искал или то, что предчувствовал. Конечно, у нее были определенные способности. Она по всей вероятности была очень тонко чувствующей, такой устроенной структурой. Называя себя православной верующей, Ванга на самом деле таковой вовсе не была, говорили о ней представители русской православной церкви. Она признавала реинкарнацию, а значит, являлась язычницей. Хотите объяснить то, что я делаю? Да как это объяснишь, когда это Божьих рук дело? Мой дар от Бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир, и видимый, и невидимый. Воздвигая храм в Рупите, Ванга строила не просто церковь. Посредством строительства она прокладывала людям путь к Богу. Новость о том, что местный митрополит отказался осветить построенную ею святыню, больно ранила. Церковь была для нее как ребенок, рожденная ею, и ею выстрадана. Тот язык, которым излагается пророчество, это язык нечеловеческий. Это не путанные вот, значит, эти четверостейшие Нострадамусы, это не такие, как бы, полу, такие договоренности или намеки Ванги, а это текст, который нечеловеческими устами излагается. Феноменом предчувствия занимались сотни лабораторий по всему миру, в том числе и в СССР. В начале 70-х годов прошлого века такая лаборатория была создана в Москве. Курировал ее Институт мозга Академии медицинских наук. Я сам когда-то работал в Институте философии в начале 90-х годов. Мы занимались выдачей предсказаний для правительства Ельцина о развитии России до 2015 года. Мы обратились в кучу организаций, к колоссальному количеству людей, которые являются экспертами по данным вопросам, проработали колоссальное количество материала, выдали некоторый продукт. Ничто из этого не сбылось. Чтобы определить, может человек обладать экстрасенсорными способностями или нет, академики проводили нехитрый эксперимент. На столе рубашками вверх раскладывали 25 карт. На каждой карте было нарисовано по одному символу крест, звезда, круг, квадрат или волнистые линии. Испытуемому нужно было угадать, что изображено на карте, выбранной исследователем случайно. Техника этого предвидения заключается в том, что необходимо сначала очиститься, нравственно, духовно, физически и психически. То есть во всех аспектах очищения требуется. И необходимо глубокое погружение в состояние релаксации. То есть когда отключаются абсолютно все мышцы. И даже внутренняя гладкая мускулатура, такая мускулатура, как диафрагма, мышцы глаз отключаются, которые, в общем-то, дают определенную наводку. То есть это, чтобы не было уже виденного или уже услышанного. По теории вероятности, обычный человек может увидеть одну карту из пяти, а люди-феномены попадают все пять раз. Опыт проводился в несколько этапов. Сначала врач, знающий, что изображено на карте, держал участника эксперимента за руку. В этом случае назвать картинку было намного проще. Пациент закрывал глаза и через пять минут сообщал, что увидел четкое изображение той или иной фигуры на темном фоне. Я помню, я была совсем юной девочкой, к нам пришла тетенька экстрасенс. И когда все начали говорить вот это глупость, это глупость, я работала с изописателем, она подошла к самой кондовой тетке, просила ее закрыть глаза и начала давать ей карандаши из коробки цветные. И та безошибочно у двадцати карандашей значит назвала цвет. Другой вариант опыта многоступенчатый. Врач, знающий, что на картинке, держит за руку другого, который этого не знает, а тот, в свою очередь, предполагаемого провидцем. Эту цепочку можно удлинить, поставив знающего в самый конец. Чем больше звеньев у цепочки, тем труднее угадывать изображение на карте. В результате у испытуемого разболелась голова и начался сильный кашель. Однако, почти во всех случаях он назвал верный ответ. Медики полагали, что труднее всего окажется бесконтактный этап эксперимента. Однако, в том случае, когда никто не подсказывал, пациент находил правильный ответ намного скорее и видел четкое изображение нужной геометрической фигуры даже быстрее, чем в первом случае. Шокированные полученными результатами ученые провели еще один эксперимент, но уже с участием детей. В итоге очередная сенсация. Протестировав почти полторы тысячи ребят в возрасте от 3 до 12 лет, исследователи пришли к выводу, что их результаты на 27 процентов выше средней вероятности. И еще оказалось, что чем младше ребенок, тем выше его оценка. Считайте, что дети до 5 лет практически все могут быть медиумами в хорошем смысле. Потом культура закрывает этот канал, и мы уже меньше знаем. изучая практику прорицания Ванги, исследователи пришли к выводу, что она не контролировала процесс общения с теми силами, которые говорили через нее. Это подтверждает и племянница болгарской истоведящей Красемира Стоянова. По ее словам, по сути, тетя являлась марионеткой таинственных сил. Контакт происходил только по их желанию и оказывал негативное влияние на здоровье Ванги. Когда они решают говорить моими устами, мне делается плохо. Я хожу без сил весь день. Когда мы говорим, что есть голоса, то то, как мы интерпретируем голоса, зависит от нашего мировоззрения. И, скажем, в буддизме это, конечно же, голоса всего живого, голоса природы. В Древней Греции это голоса богов. В медицинской клинике это, конечно, голоса шизофреника. Ванга вещала о новорожденных и еще не родившихся детях. Непостижимым образом она видела и разговаривала с людьми, умершими сто, двести и более лет назад. Как отмечают ученые, беседа с усопшими была самым таинственным проявлением ясновидения Ванги. Правда, загадочное общение Ванги с потусторонним миром не удивляло посетителей и провидицы. Психологически они были к этому готовы. Людей поражало другое. Тоненький глухой шепоток, раздающийся в ее комнате, слышали они сами. Некоторым матерям становилось плохо, когда в этих звуках они узнавали голоса своих умерших детей. Внутри нас симфония голосов, внутри нас семья, да? Даже в этимологии все это сказывается. Поэтому в феномене голосов нет ничего необычного. Мы живем во вселенной голосов. Это звучащая, это говорящая вселенная. Известно, что в работе человек использует лишь одну десятую часть своего мозга. Значит, шанс открыть дар предчувствия есть у каждого из нас. В мозге есть огромное количество все еще непознанных и очень больших загадок. И что для меня странно, что мы делаем модели. Одну, другую, третью модель мозга, все вроде бы хорошо, а потом выясняется, что не проходит. То есть он на самом деле много сложнее, чем любая наша существующая модель, любое конструктивное представление. Возможности психики довольно безграничны, что мы видим на всяких феноменах. Но вопрос в том, как бы надо ли посвящать жизнь тому, чтобы стать телевизионной антенной и принимать информацию отовсюду. Потому что неизвестно, сколько ее надо. Вторым шагом на пути к раскрытию в себе удивительного дара предчувствия может стать гипноз. Дело в том, что с помощью методов гипноза можно сконцентрировать внимание человека. У обычного человека сознание как бы рассеяно, и внимание переключается с одного объекта на другой. С помощью гипнотических техник, с помощью методов вхождения в транс, в особое состояние сознания или измененное состояние сознания, человек способен проницать будущее. глубоких состояние гипноза удавалось выделить, отделить эфирного двойника человека от его материального тела и заставить путешествовать этого эфирного двойника в произвольных направлениях. При этом осуществлялся сбор информации от этого эфирного двойника. То есть человек, посылая эфирного двойника в произвольную точку пространства, как бы мог видеть те события и те явления, которые находились на больших расстояниях. Напомним, что в похожем состоянии транса находился и литератор Морган Робертсон, собственноручно написавший судьбу Титаника. И, наконец, один из самых страшных рецептов это травма организма. В большинстве случаев это люди, которым удалось пережить клиническую смерть или те, у кого после выздоровления появилась способность видеть будущее. Правда, есть еще один способ развить в себе пророческий дар. Самые доступные, но не самые легкие. Это так называемый заказ вещих снов. Специалисты называют его техникой вызываемого тематического сна. Если абсолютно разные люди закажут одну и ту же тему, все равно это будут разные сновидения. Примерно то же самое, когда сценарист приносит свой сценарий и дает его разным режиссерам. Это будут разные фильмы. несмотря на то, что они на одну тему. Потому что наша бессознательная это режиссер наших сновидений. И эта режиссерская работа зависит от очень многих факторов. От нашего опыта, от нашего эмоционального состояния, особенностей личности, состояния здоровья. Оказывается, что во время сна человек находится не в своем, а в так называемом тонком теле. Границы пространства и времени в тонком мире размыты и душа спящего способна заглянуть в будущее. Вещи и сны один из самых простых способов узнать, что будет. Это своеобразная машина времени, доступная каждому. Специалисты, практикующие технику вызываемого тематического сна, сделали поразительное открытие. Одинаковые по содержанию вещи и сны могут видеть одновременно сразу несколько человек. Эту историю рассказала мне моя бабушка. Когда она жила в Симферополе и как-то ночью ей приснился очень странный сон, будто бы гуляет она по кладбищу. И вдруг навстречу ей выходит молодой красивый моряк, раскланивается с ней и исчезает. Бабушка проснулась, но почему-то лицом этого моряка запомнилось так, что она его никак забыть не могла. И вот как-то через несколько лет поехали с мужем в Ялту отдыхать. Идут по набережной и видят красивый теплоход, который пришел из Франции. И вдруг подводят к ней моряка с этого самого теплохода и представляют их друг другу. И бабушка узнает того самого мужчину, который ей когда-то приснился. Моряк-то тоже на него смотрит с интересом и спрашивает, а мы с вами раньше не встречались? Ну, бабушка, конечно, нет, не встречались. Моряк все не унимался и унимался. В конце кассы бабушка призналась, что она видела его во сне. И выяснилось, примерно в какой-то одной ситуации и эта ситуация даст им примерно одинаковую информацию и создаст у них примерно одинаковое эмоциональное состояние, они могут увидеть похожее сновидение. И так при погружении в сон у человека отключаются все органы ощущений, в силу чего автоматически обостряется эмоциональное восприятие и человеческие эмоции во время сна переходят в реальные образы. Во сне мозг переходит на другой ритм работы. Это не значит, что наша психическая активность как-то снижается и замирает. Человек остается настолько же активным и психика активно работает, но работает немножко в другом качестве. Вещи и сны возникают, когда воображение спящего не дорабатывает эмоциональное впечатление от реального события. Но поскольку внутренние проблемы человека, назовем их комплексами, создают более сильный эмоциональный фон, вещи сны, большая редкость. Во сне любой человек становится более гениальным. Потому что сон создает благоприятные условия для проявления тех способностей, которые есть у человека. И которые он может быть в силу каких-то причин не мог раскрыть бодрствование. Поскольку в бодрствовании мы отвлекаем свое внимание на самые разные раздражители, которые мешают нам сосредоточиться на самом главном. В современной нетрадиционной науке существует версия, что все младенцы рождаются будучи наделенными как минимум семью видами чувств. В числе которых пять уже привычные для нас это обоняние, осязание, зрение, речь и слух. Плюс еще два ясновидения и телепатия. Однако проходят семь-восемь лет и эти два удивительных свойства у ребенка пропадают. Выходит, что дар предвидеть будущее и понимать без слов со временем может бесследно исчезнуть. Владимир каким-то образом у него же нет разумения, но он свою мать узнает, он ее ощущает, когда мать болеет, он тоже страдает. И по всей вероятности это можно прежде всего говорить о том, что это необходимая связь между то есть ребенок пока он еще не встал на ноги, пока не отошел, он нуждается вот в этом материнском общении. Потом это отнимается поскольку можно предположить, что вот эта вот сверх такая чувственность, она просто не позволит человеку сформироваться вот в этом достаточно нашем брутальном пространстве. Причина таинственного исчезновения дара у детей так и не изучена до сих пор, хотя фактов фатального предчувствия собрано более чем достаточно. Возможно, способность видеть будущее является атовизмом, оставленным нам в наследство эволюции. Дети вообще теряют массу как бы данных, которые нам дает природа, потому что вот тип культуры такой. Они теряют это в нашем типе культуры, а какой-нибудь там, если вы обследуете хорошенько племенного ребенка, то он слышит, видит, знает. Если вы обследуете ребенка Маугли, то его после там восьми, по-моему, лет невозможно научить разговаривать, но при этом он слышит, нюхает, как зверь. Если хотя бы на секунду представить тот факт, что через 100 или 200 лет человеческое общение будет происходить на телепатическом уровне, выдумка? Бред? Возможно, но также вероятно и то, что проявление уникального детского феномена это попытка зарождения на земле нового поколения людей, людей высокоразвитых, интеллектуальных, с многоступенчатым сознанием. Вот наша психика при рождении это только набор возможностей, которые начинает воспитывать цивилизация и оформлять. Это зависит от типа цивилизации. Если она пойдет там в сторону технического процесса, то он вообще перестанет думать, чувствовать, читать, соображать, есть и пить. За него это будут делать кнопки. К сожалению, пока не видно, что он будет обращен в высокую духовность. Правда, вот нам все обещают Эру Водолея, но что-то она как-то очень медленно надвигается. Она надвигается гораздо медленнее, чем кончаются экологические ресурсы. Поэтому как-то я мрачно смотрю в эту сторону. Человек будущего это человек с удивительными психометрическими качествами. Представитель новой расы непознанной, неизученной и незнакомой. Ему не нужно говорить. Ему достаточно просто чувствовать. Когда это будет достигнуто, может статься, что нам не понадобятся сотовые телефоны. Достаточно человеку будет впасть в особое состояние сознания и пообщаться либо со своей бабушкой, либо со своим продюсером. Это результат обобщения, теоретического обобщения экспериментальных данных, которые получены были Путховом и Таргом в процессе длительных исследований. Это экспериментальное подтверждение теории Великого объединения. После смерти болгарской провидицы Ванги остались ее предсказания. Некоторые из них уже сбылись. Сбудутся ли другие? Чеченская война закончится, когда уйдет Ельцин. Вернется старая Россия. Она будет называться так же, как при Святом Сергии. Все признают ее духовное превосходство и Америка тоже. Случится это через 60 лет. До этого три страны сблизятся. Китай, Индия и Россия. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова